кинопробы с антоном долином здравствуйте здравствуйте дорогие друзья мари привет да привет привет антон мы снова здесь с кинопробами и есть несколько тем которые не связаны может быть напрямую с прокатом и с премьерами этой недели и все равно мне кажется заслуживают обсуждение нашего я думаю что я начну с грустного без как бы просто грустного и обязательного мы не могли сказать об этой неделе назад потому что это еще не произошло сейчас это произошло и об этом странно было бы забывать ушел из жизни резо габриадзе вот и давай наверное вспомним хотя бы коротким беглым рассказом этого выдающегося человека которого мне кажется преступно сводить только к кино и называть его исключительно кинодеятелем хотя наверное большинство его знало все-таки по фильмам да ну если ты имеешь в виду его художественную еще часть и то что он писал и памятник чижику пыжику и театр конечно 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 человек гораздо шире чем шире чем кинематографиста обрати внимание у меня такое ощущение что последнее время скажем резо габриадзе настолько часто приезжала в москву со спектаклями что я не знаю но аудитория серебряного дождя точно привыкла вот к нему как режиссер да мне тоже кажется в этом качестве узнают ну а чижик пыжик или есть еще памятник носу это уже часть городского ландшафта в петербурге это такая достопримечательность и не все наверное знают что это сделал габриадзе но в каком-то смысле это даже лестит мне кажется большому художнику когда не знают его имени но знают его работы это лучше чем наоборот вот габриадзе да для меня конечно при всей приблизительности любых подобных аналогий габриадзе наверное один из двух деятелей нашего нашего тоже не скажешь русского и как-то оскорбительно говорит советского нашего 20 века которых можно было бы определить с какой-то долей приблизительных наших филини вот один наш филини это был сергей параджанов с его невероятной личностью разнообразием его кино с его фантазии с его художественными произведениями а второе резуга бриадзе который существовал между тоже русским и грузинским советским их антисоветским и в конечном счете был конечно создателем своей собственной вселенной я много же думал о том что вообще театр кукол это всегда отдельная вселенная в отличие от театра обычного игрового с актерами которые так или иначе воспроизводят как бы они не изображали из себя любую принцессу тарандот воспроизводит реальность который находится за стенами этого театра кукольный театр это всегда абсолютно какой-то другой параллельный мир я сейчас вспомнила сталинград я не видела когда ему маску далее ведь ему же дали золотую маску счетом до того как он начал приезжать часто до сталинграда я не помню когда но да 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 я его смотрела как раз ну где-то был 2014 15 может быть год и если ты там помнишь там же речь идет о том что бомбят киев да конечно и но вообще это настолько современно звучало но речь конечно не в бомбежке киева как ты понимаешь да но это это было мощно прям так вот фильмы да конечно огромное количество ужасно интересных его работ сценарных сделанных прежде всего в грузии их очень еще много есть его собственно режиссерские маленькие работы 70-х я между прочим когда-то на них вырос я вот очень хорошо помню как меня бабушка звала смотреть это и говорила смотри это называлось просто грузинское кино грузинское кино для меня и были вот эти вот вот его покорители гор лимонный торт маленькие какие-то телевизору их показывали и потом я увидел как и все его фильмы то есть не его а фильмы конечно же георгия донели с которым он очень дружил близко и вместе работал это и мимино и не горюй ну это две наверное самые знаменитые выдающиеся картины и фильм который для меня лично всегда был ужасно важным это кинза дза и в каком-то смысле кинза дза это такой всеобъемлющий шедевр под оболочкой какой-то сатиры какой-то такой дурашливой ерундовый такой гипер шутки но это и совсем не шутка или не совсем шутка это не в меньшей степени антиутопия прозорливой чем какими планета обезьян и это и пародия на советский быт и на самом деле проведение будущее вот этого постсоветского мира который он тогда в перестройку увидела восемь шестой год мне 10 лет было я пошел кинотеатр москва позже дом ханжонкова сейчас там и кинотеатра нет смотрела вот там абсолютно открыв рот вот ну конечно это гений донели кто спорит но это и вещь габриадзе вот а для всех кто ну допустим вот имя габриадзе ничего особенно не говорит не видели эти фильмы или не помнят у меня одна рекомендация легко осуществимая вы просто одним кликом из интернета в любом онлайн кинотеатре это находите популярном вытаскиваете фильм недавний ему четыре года знаешь мама где я был режиссер этого фильма это сын ризо габриадзе ливан габриадзе очень кстати тоже одаренный человек создатель в частности фильма у братья с друзей американского хоррора сверхуспешного вместе с тимуром бекмамбетовым сделаны бекмамбетов и тут кстати продюсер но знаешь мама где я был это жизнеописание ризо габриадзе рассказано им самим и нарисованы в его картинках кто бы там ни был режиссер это все равно фильм ризо габриадзе и это не только фильм резо габриадзе это еще и фильм дефис резо габриадзе это человек воплощенный в фильме вот этот фильм это он ты его посмотреть это как познакомиться с резо габриадзе его услышать увидеть о нем узнать не должен к это невероятно бесконечно там глубинные полное приключение биография скорее это вот такой тоже мир как его культурный театр это отдельный мир как Это мир Чигема у Фазилии Искандера. Это его отдельный мир. Вот этот фильм «Знаешь, мама, где я был» — это вот такой же мир. Совершенно отдельный. Такой фэнтези какой-то. И я этот... Это мультфильм, это анимационный фильм. Я всем «Знаешь, мама, где я был» очень рекомендую. Мне кажется, это просто лучший способ, который мы можем сегодня придумать для того, чтобы вспомнить про Резогабриацию. Я не могу, знаешь, ответить на один вопрос. Как так получается, что у человека в голове рождаются такие, ну, совершенно их миры? Вот совершенно авторский язык и... Ну, такие люди существовали... Это просто особенные гении, и они существовали от начала времен. Ну, вот, не знаю, Франсуар Абле был таким человеком когда-то. Или Мигель де Сервантес, или Шекспир. Вот мир Шекспира. Тоже есть же целая вселенная. Она не меньше, чем вселенная Толкина. Не менее выдуманная, к тому же. Совершенно своя собственная. Вот. Эти люди в области театра или живописи... Там, мир Гои, например. Да? Собственный мир. Отдельный. Отдельная вселенная. Другая какая-то планета, куда ты попадаешь. Вот. Такие люди существовали. Скорее, удивительнее не это, а то, что эти люди жили, а некоторые до сих пор живут среди нас. Что они наши современники. Ну, вот там, Хаяо Мейдзаки такой человек. Или Дэвид Линч такой человек. Вот вселенная Линча. Человек ходит, а внутри его головы вселенная. Это портал в другой мир. И вот это потрясает. Не то, что такое может произойти, а то, что и сегодня, вот в нашем прозаичном, гнусном, гадостном, мелком времени это тоже есть. Потому что, видимо, это какой-то вот дар иных пространств или существ нашей человеческой цивилизации. То, что такие люди иногда тут появляются. Вот. Дальше мы, в принципе, и могли бы переходить к премьерам. Но вместо этого я предложил бы поговорить о еще одном человеке. Вот он, к счастью, жив-здоров и долгих лет жизни хочу ему пожелать. Потому что у него на днях будет юбилей. В понедельник. И я знаю, что заранее с днем рождения не поздравляют. Но в гробу видел этот предрассудок. Кроме того, лучше заранее, чем постфактум, чем опоздать. Правильно? Вот. В понедельник исполнится 70 лет Александру Николаевичу Сокурову. Режиссеру абсолютно выдающемуся, уникальному. И с моей точки зрения, конечно, это тоже человек с мирами в его голове. Которому удается иногда эти миры из головы вынимать. Помнишь, как у Хармса? Я вынул из головы шар. Вот какой-то такой земной шар он иногда вынимает из головы и в качестве фильма нам предлагает. И это происходит очень давно. Сокуров до сих пор почему-то кажется... Ну, я даже знаю почему. И это не предмет для гордости, это предмет для стыда и позора. Мы недостаточно знаем Сокурова, на мой взгляд. Да, мы вообще его не знаем. Мне кажется, даже Габриадзе мы знаем лучше Сокурова. Да. Хотя у Габриадзе в кино, как у режиссера, было два с половиной фильма короткометражных. И были спектакли, марионеток. То есть их могло посмотреть крошечное количество людей. И все равно Габриадзе... Да, ну конечно, Габриадзе. Сокуров что? При том, что Сокуров даже вне кино. Ну, вот мне обидно, что мы начинаем с разговора о том, что вне кино. Потому что Сокуров это человек кино. Он и есть кино. Но! Конечно, Сокуров. Он и городозащитник петербургский. Очень знаменитый. Который все время отбивает город у разных бессмысленных хапук, которые хотят его изуродовать, растащить на части. Хотел сказать, отбивает город у Газпрома. Да. Ну, в том числе. Ну и только, да. Нет, Газпром только одна из голов дракона. А их не три совсем этих голов. Их бесконечно много. Вот. Это правозащитник. Он член Совета по правам человека. Кажется, так называется при президенте. Я не помню, чтобы кто-нибудь, кроме Сокурова, мог в глаза нашему президенту сказать и про Сенцова, и про Серебреника. Вот эти вот опаснейшие дела. Дело Сенцова вообще связано с обвинением в терроризме. И другие, я вижу, что бы они не думали по этому поводу. Они просто боятся даже рот открыть на эту тему. И Сокуров, который не боится об этом сказать, еще раз сказать и повторить. И это, конечно, особенное отдельное мужество. И еще одно его качество, которое в последние лет пять обнаружилось. И честно, я вот тут прям разболочусь, признаюсь, что я был таким идиотом, что я не верил в то, что это возможно. Ведь Сокуров очень большой художник. Он настоящий большой режиссер. У него действительно свои миры. У него действительно в глазах свои какие-то фильтры, особенные линзы, через которые он видит мир иначе, чем мы все. И любой такой большой художник, он сам по себе. Он не является частью какого-то движения, направления, школы. Он сам. И обычно эти люди не умеют это передавать. И то, что Сокуров вдруг в Кабардино-Балкарии основал свою киномастерскую. И один за другим оттуда стали выпускаться. Откуда как раз Кантемир Балагов? Талантливейшие молодые ребята, которые своими дебютными работами потрясают мировые фестивали, при том, что и дебютантов-то в этом возрасте, а им всем меньше тридцати. Ты можешь себе это представить? Кантемир Балагов с теснотой и дылдой. Александр Золотухин, мальчик русский. Владимир Битоков, глубокие реки. Сейчас второй фильм будет. Кира Коваленко, ее первый фильм «Софичка» прошел тоже по фестивалям, а второй фильм «Ражимая кулаки» вот сейчас будет в Каннах. Это все ученики и ученицы Сокурова. И то, что он оказался таким мощным и щедрым учителем, и я не верю, что все идет одновременно, одно занимает время другого. Сокуров с 2015 года не выпустил ни одной премьеры. То есть шесть лет уже ни одного нового фильма у него не было, потому что он занимался преподаванием. И, видимо, с полной отдачей. И это тоже потрясающе. В общем, Сокуров человек, который... Теперь к кино перейдем, потому что это все равно важнее всего, с моей точки зрения. Хотя Сокуров, еще одна причина, по которой он мне очень симпатичен, он человек вообще такой часто говорящий все поперек общественных каких-то. Он все время хайд кинематограф. В каждом втором тревоге говорит, что кино не серьезное искусство, что это худшее из всех искусств, что оно не доросло там до литературы и живописи. Я тоже так считаю. Но просто киношники редко такое говорят. И редко так думают. Я уверен, что он действительно так думает. А значит, Сокуров в самом деле... У него диплом историка, кстати. Это чувствуется в его фильмах очень сильно. В самом деле реальность, история и живопись, и музыка питают его, ну, как минимум, не меньше, а может быть, и больше, чем кино. Это не кино, которое вылеплено из другого кино. Это не кино, которое варится в бульоне кино. Это кино, наоборот, расширяющее границы. И вот это, конечно, ну, на мой взгляд, это суперкруто. Скажи, для человека, который не видел, например, ни одного фильма Сокурова, с чего начинать? Да, я вот именно это и хотел сказать. Ну, во-первых, чтобы вы понимали, его первый фильм сделан в 1978 году. То есть человек больше 40 лет снимает кино. Во-вторых, фильмов этих у него, внимание, больше 50. Включая короткие метры, к которым он никогда не относится как к чему-то второстепенному, и документальные фильмы. Документальных больше, чем игровых. Но и игровых у него около 20. Это тоже очень много. 18, что ли, фильмов. Боюсь просто соврать. Теперь, поскольку вы, конечно, будете смотреть, прежде всего, игровые фильмы, что из этого, ну, действительно, заслуживает просмотра в первую очередь? Ну, во-первых, дебютный фильм, который положили на полку сразу в 1978 году по сценарию Юрия Арабова. Этот фильм был спасен буквально Сокуровым и Арабовым от уничтожения. Это «Одинокий голос человека». Кстати говоря, фильм, поставленный по реке Потудань Андрея Платонова. Мне кажется, что вообще Платонов и Сокуров сопоставимые фигуры в отечественной культуре. Насколько Платонов и его проза отдельно и отличаются от всего, что писали любые другие его современники, а время вот это 20-30-е годы было невероятно богатым на таланты большие. Все равно Платонов всегда был отдельной планетой. То же самое с Сокуровым абсолютно. Это... Я смотрю, что музыку написал Кшиштоф Пендерецкий. Вот совершенно я этого факта не помню. Надо пересмотреть. Да, музыка Пендерецкого, действительно. Просто открыла, да. Да. Вот. Это потрясающая картина. Вроде бы молодого совсем режиссера, но невероятно зрелая. Второе, что я посоветую, это, конечно, татарология власти, так называемая. Но это неофициальное название. Фильм сделан из 99-го по 2011-й год. То есть 12 лет на это ушло. Четыре картины, которые посвящены феномену власти. Тому, что такое власть. Все четыре потрясающие. Все четыре очень разные. Это Малох, который получил приз за сценарий в Каннах, 99-й год. Это фильм о Гитлере. О Гитлере и Еве Браун. Это практически лав-стори о Гитлере. Я вообще не знаю, как сегодня бы отнеслись к такому фильму. Может, его и выпустить бы не дали. Удивительный фильм. Магический и одновременно зловещий. Какой-то дух немецкого романтизма над ним висит, я бы сказал. И наш артист Леонид Мозговой играет Гитлера. И уже это одно решение потрясающее, что во втором фильме тетралогии «Телец», 2001-й год, этот же Мозговой сыграл уже Ленина. И посмотрите на лица этих персонажей. Вы увидите, что они и похожи, и нет. Это и работа гримеров, и актерская работа. «Телец» — это история уже смертельно больного Ленина в конце его жизни. Медитативный, очень страшный и очень красивый фильм, в котором Сокуров неожиданно для всех сам выступил как оператор. Третий фильм из этой серии 2005 года, самый светлый из четырех фильмов, — это «Солнце» об императоре Хирохита. Почему самый светлый? Потому что это император, который отрекается от божественного статуса. Это человек, который, в отличие от Гитлера и от Ленина, в общем-то отказывается от власти. Но это тот самый император, при котором Япония была во Второй мировой войне, если кто не знает. И, наконец, четвертый фильм, вроде бы напрямую не связанный, но, конечно, связанный, потому что он говорит об искушении, дьявольском искушении властью. Это «Фауст» 2011 года, сделанный на немецком языке. Хотя Антона Досинский играет там Мефистофеля, наши артисты. И вполне даже артиста, хореограф, художник. Вот. Безумная фантасмагорическая картина. Один из лучших фаустов за всю историю Фаустиана в кино. А фаустов было бесчисленное количество. И фильм, который получил «Золотого льва» на фестивале в Венеции. Теперь я назову самый популярный фильм Сокурова. Говоря о нем, трудно называть популярные фильмы, потому что это не режиссер популярного кино. И, тем не менее, фильм, который в России прошел, увы, плохо замеченным, собрал несколько миллионов долларов в Америке. Извини, на мой взгляд, самые популярные, когда я смотрю этот список, это «Русский ковчег». Вот, это «Русский ковчег». Хорошо, так он в Америке еще столько собрал, оказывается. Да, несколько миллионов. И каждый раз, когда мы говорим про бездуховных американцев, я вспоминаю, что несколько миллионов долларов фильм об Эрмитаже, снятый там единым планом, собрал в Штатах. Я знаю, как мы их заманили на технологии. Ну, вообще так. Единый план, один кадр. Технологически это, правда, гениально сделано. Немецкий оператор снимал, это что-то сумасшедшее. Вот, но это еще и портрет Эрмитажа, и портрет русской культуры, да и России в целом в качестве такого ковчега, который качается на волнах, но вот-вот превратится в «Титаник» и утонет. Или не утонет, а выплывет. Там есть вот такой вот момент. Сергей Дрейден гениально там сыграл роль иностранца, путешественника, туриста, идущего по Лувру, который ведет за собой камеру главного героя. Ну, это как бы де Кюстин и как бы нет одновременно. Вот, если вы не видели «Русский ковчег», посмотрите. Но вот здесь я сразу скажу. Когда смотришь фильм дома, нажимая на паузу, всегда есть искушение. Вот, остановиться, выпить чаю. «Русский ковчег» надо смотреть в один присест. Лучше на большом экране, но даже на малом. Включил и не выключаешь. И только так можно этот кайф полностью поймать. Вот, это, конечно, удивительный, уникальный фильм. Ну, на самом деле, вот я назвал несколько картин, но куча еще интересного. «Скорбное бесчувствие», например. Это такая постмодернистская картина по Бернарду Шоу. Совершенно необычная. Это 80-е годы. Или «Дни затмения». Это, вообще-то говоря, по роману «Братьев Стругацких». Это, вообще-то говоря, такой научной фантастикой метафизической. Немного в том же духе, что и «Сталкер». Или фильм «Спаси и сохрани». Абсолютно, 89-й год. Абсолютно необычное прочтение «Мадам Бавари». Эротическое, странное, ну, очень странный фильм. Или фильм «Камень», где тот же самый «Мозговой» играет призрак Чехова. Да, это фильм о Чехове. И, или «Мать и сын, и отец и сын». Это незаконченная, пока еще незаконченная, если она будет закончена, трилогия о вот близости родственной. Последний на сегодняшний фильм Сокурова «Франкофония». Тоже замечательная картина, которая своего рода пара к «Русскому ковчегу», потому что это фильм, который снимался в Лувре и о Лувре. А он очень музейный человек, Сокуров, и умеет музей сделать как бы живым и дышащим. И, конечно, я очень жду новый фильм Сокурова. Я знаю, что над ним работает. В ожидании его я хочу отсалютовать вот сейчас в этой студии тем своим коллегам, которые в эти дни, на следующей неделе, будут показывать на большом экране Сокурова. Прежде всего, это кинотеатр «Люзион». Всю неделю они показывают Сокурова, а 14-го числа, это, собственно, день юбилея, с 10 утра документальные и игровые фильмы Сокурова целый день до полуночи на экране. Разные. Я собираюсь сам прийти хотя бы пару фильмов посмотреть, если хватит сил моральных. Все я их видел, но, кстати, не все на большом экране. Вот. Это такой марафон для самых одухотворенных и отважных. Спешите видеть, «Люзион» небольшой. Да, это точно. Да, тем более 50%. Кинотеатр художественный, новооткрывшийся, тоже показывает, по-моему, «Франкофонию». Как раз это последний фильм Сокурова. И кинокомпания «Пионер» делают серию показов повторных «Фауста». По-моему, с 21-го числа это будет. «Фауст», наверное, мой самый любимый из фильмов Сокурова, потому что я очень люблю «Легенду о Фаусте», я очень люблю «Немецкое средневековье» и вообще «Средневековые легенды». И этот фильм еще снят одним из моих любимых операторов. «Фауст» снят Бруно Дельбанелем. А это человек, который снимал некоторые серии «Гарри Поттера» и «Амели». То есть это фран... И внутри Льюина Дэвиса «Братьев Коэн». Это вообще... Каждый из этих фильмов, это просто, по-моему, подарок для души. И то, что он работал с Сокуровым, само по себе дико и странно. Но он прекрасно снял «Фауста». Даже в прямом смысле слова «прекрасно», что это какой-то ослепительной красоты кадры. Поэтому смотрите Сокурова. Вот, мне кажется, вся следующая неделя подходит для того, чтобы нон-стопом его смотреть, а его фильмы того заслуживают. Александр Николаевич, с наступающим вас. Так, Екатерина из Москвы. Сокуров — человек совести, за что его безмирно уважаю, помимо его таланта. Ну и, конечно же, спрашивают, в Питере-то что-то будут показывать? Это к питерским людям. Верю, что да. Наверняка, кинотеатре «Аврора» что-то покажут. Но что, не знаю. Пусть питерские друзья расскажут. А мы начнем тогда обзор проката через несколько минут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. 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 Спасибо.